Здравствуйте дорогие друзья! Мы с вами видели, что относительно простые архитектуры нейронных сетей показывают низкую эффективность классификации базы данных изображений CIFAR на уровне 70-73%. Давайте попробуем увеличить долю правильного распознавания за счет использования более глубокой модели. Как мы с вами уже знаем, простое увеличение числа слоев не приводит к желаемым результатам. Нужно создавать обходные пути, которые впервые были применены в архитектуре сети ResNet. На этом занятии я лишь приведу пример нейросети, состоящей из 12 слоев, содержащей вот такие вот обходные пути. Пример целиком был взят из официальной документации, ссылка на него будет под этим видео. Ну а структура модели выглядит следующим образом. Значит, здесь на вход мы будем подавать полноценное изображение размером 32 на 32 пиксела. Это как раз и есть вот эти вот изображения базы данных CIFAR. Далее идут два сверченных слоя. Функция активации у них Relu. Ну а число фильтров 32 и 64. Сверки все делаются с ядром 3х3. Далее идет слой MaxPooling. И далее вот здесь вот у нас идет обходной путь мимо вот этих вот двух слоев. То есть сигнал проходит и напрямую, и через эти слои. Это вот как раз вот и есть реализация остаточного блока. Далее вот этот вот суммарный сигнал, он одновременно подается и на этот сверченный слой, и по обходному пути. То есть у нас здесь второй обходной путь вот для этих двух сверченных слоев. Далее вот здесь вот мы делаем суммирование с выхода вот этого вот сверченного блока, ну и с обходного пути. И результат вот этого сумму подаем на следующий сверченный слой. Затем выполняем вот такую вот операцию. Что это за слой я чуть позже скажу. Ну а затем идет полносвязный слой, дропаут и выходной полносвязный слой. Как видите, структура этой сети непоследовательная. Здесь имеются вот эти вот обходные пути. Поэтому для проектирования вот такой вот архитектуры мы воспользуемся функциональным подходом. Давайте посмотрим, как на уровне пакета Keras можно описать вот такую вот нейронную сеть. Вначале мы опишем вот этот вот входной слой Inputs, на который будем подавать полноценное изображение. Ну а затем два сверченных слоя. Здесь все очевидно. Все эти слои последовательно соединяются друг с другом. И выход вот с этого слоя MaxPooling2D это как раз вот этот вот блок 1 Output. Значит, как мы будем дальше делать вот этот вот обходной путь, ну и подавать вот этот вот сигнал выходной на следующие слои. Сделаем следующим образом. Значит, далее вот мы описываем здесь вот эти вот два слоя. Соответственно, на первый слой как раз подаем вот этот вот выходной сигнал блок 1 Output. Вот он. Ну а выход вот с этого вот слоя это вот этот вот X. И далее нам нужно реализовать вот этот вот суммарный сигнал. То есть суммарный сигнал от блок 1 и от X. В пакете Keras это можно сделать с помощью специального слоя. Он так и называется ADD. Он как раз складывает тензоры с указанных выходов. Ну в данном случае мы описываем структуру, но когда мы будем пропускать через эту структуру конкретный числовой тензор, то вот здесь вот X это будет один тензор, здесь будет другой тензор, и их значения будут складываться. Разумеется, размерность этих тензоров должна быть одинаковая. Ну и на выходе у нас формируется суммарный сигнал блок 2 Output. То есть этот суммарный сигнал как раз и есть вот эта вот стрелочка, выход вот с этого вот плюсика. Таким образом, на уровне функционального API мы реализовали вот этот вот обходной путь. Просто прописав вот в этом слое вот этот тот выход, блок 1 Output, вот с этого слоя MaxPooling2D. Далее все делаем аналогичным образом. Создаем два сверчных слоя, вот эти вот, ну а затем еще один вот такой вот слой ADD. Значит он прописывается очевидным образом. Мы на его вход подаем вот этот вот X, то есть выход вот с этого вот слоя, ну и соответственно выход вот с этого вот слоя ADD, с предыдущего. То есть блок 2 Output. Именно его мы здесь и прописываем. И у нас формируется выход вот с этого вот слоя. Далее мы этот выход подаем уже вот на все эти слои, и они имеют вот такой вот вид. Значит здесь вот у нас сверчный слой, потом вот этот вот слой Global Average Pooling2D, потом полносвязный слой, слой Dropout, ну и выходной слой тоже полносвязный с функцией активации SoftMax. Давайте я поясню, что означает вот этот вот слой Global Average Pooling2D. В действительности он вычисляет среднее арифметическое по картам признаков. То есть вот здесь вот для каждого канала мы вычисляем среднее арифметическое по каждой карте и формируем определенные числовые значения. И так проходим по всем каналам. И у нас на выходе получается вот такой вот тензор. Тензор размерностью Batch Size и число каналов. И еще у нас есть вот такой вот слой Dropout со значением 0,5. Вот это вот значение 0,5 означает, что в предыдущем слое из 256 нейронов в среднем при обучении остается только половина, а другая половина выключена. То есть случайным образом выключается половина нейронов из вот этих вот 256. Таким образом мы пытаемся снизить, а в идеале исключить эффект переобучения, который часто возникает в глубоких нейронных сетях. И так, давайте в программе реализуем вот эту вот структуру, обучим ее и посмотрим, к чему она приведет. Я переведу сюда вот в программу PyCharm. И здесь вначале подключаем все необходимые зависимости для нашей программы. А затем устанавливаем зерно датчика случайных чисел, чтобы результаты у меня вот здесь вот и у вас, если вы запустите эту программу, были примерно одинаковые. Далее мы сформируем обучающие и тестовые выборки из базы изображений CIFAR-10. А далее строчки программы, которые как раз и будут описывать вот эту вот структуру нейронной сети. То есть вот все, что здесь написано, эквивалентно тому, что мы с вами вот здесь вот рассматривали. На основе вот этого вот, по сути дела, графа, который мы описали, сформируем модель этой сети. Для этого воспользуемся вот этим вот классом Model. Укажем вход, то есть вот слой для входа, слой для выхода, вот этот вот последний. Ну и назовем эту модель так же, как она была названа в документации, то есть toy.resnet. После этого для модели мы определим оптимизатор, стандартный, адам, категориальная кросс-энтеропия, ну и метрика экруси. Затем мы запустим процесс обучения. Размер батча здесь 64, эпоха я взял 15. Я заранее посмотрел, сколько достаточно эпох для того, чтобы у нас не возникал эффект переобучения. Ну и вот здесь вот у нас проверочная выборка. Затем мы пропустим все через тестовую выборку. И посмотрим, как на тестовой выборке, какие результаты покажет вот эта вот обученная модель. Запустим этот процесс. И, соответственно, у нас вот эта вот модель станет сейчас обучаться. Это достаточно медленная процедура, поэтому, когда вы у себя ее будете запускать, то здесь придется немножко подождать. Процесс обучения завершился. Прошло 15 эпох, и это заняло у меня примерно 20 минут. Но все вычисления делались на центральном процессоре. Но если использовать графический процессор с его параллельными вычислениями, то скорость обучения должна заметно увеличиться. Итак, что мы с вами получили? Значит, на обучающей выборке процент верно распознанных изображений примерно составляет 86%, на проверочной где-то 77%, ну а на тестовой где-то 76,5%. То есть, как видите, у нас процент правильной классикации увеличился с 72%, когда мы использовали менее глубокую нейронную сеть, до 76,5%. Причем, сходимость процесса обучения для более глубокой сети оказалась медленней, чем для менее глубоких. Но конечный результат стал лучше. Вообще, задача классификации баз данных изображений CIFAR-10 не такая простая, как распознавание рукописных цифр. Мы здесь имеем дело с более сложной структурой самих изображений. Поэтому улучшение результата даже на несколько процентов имеет большое значение. Я вам предлагаю самостоятельно попробовать улучшить вот этот вот результат, который у нас получился на уровне примерно 76,5% за счет изменения архитектуры нейронной сети. Как я уже отмечал на сегодняшний день, качество классификации вот этих вот изображений находится на уровне 96,5%. И это качество вполне можно достичь. КОНЕЦ